Здравствуйте, Максим! Спасибо, во-первых, что в своем плотном предновогоднем графике нашли время для того, чтобы рассказать нашим телезрителям о том, какая сказка ждет наших рязанцев в этом году. Вы готовите спектакль для юных зрителей уже не в первый раз. Давайте повспоминаем, сколько сказок за вашими плечами. В нашем театре в Рязани здесь, по-моему, четыре сказки. Я могу какую-то забыть одну из первых. И плюс две сказки в других театрах еще. Маленький зритель, невзрослый зритель – это довольно сложная задача, на мой неискушенный, скажем так, взгляд. Мне кажется, это даже посложнее, чем для взрослых ставить. Почему вы каждый раз за это беретесь? Мне нравится. Я сам получаю от этого удовольствие. Получаю удовольствие от той реакции, которую дети в зале мне приносят, когда я нахожусь в зале и смотрю, как они смотрят сказку. Это очень положительный и сильный заряд энергии, который меня заряжает и рождает еще больше желания работать, сочинять, что-то делать. По каким критериям идет отбор материала? Для юных зрителей, во-первых, вы ли этим занимаетесь, подбираете сказки? Я. Вы. И какие критерии, какие факторы влияют на выбор? Всегда это очень субъективная штука. Наверное, больше зависит от настроения, от каких-то мыслей, от года. Какой год, насколько он там интересный, наполненный, насыщенный, что вокруг творится. Чаще всего какая-то идея приходит в голову, что-то зарождается, и ты этим горишь. Или вот, например, у нас была сказка «Метелица». Я хотел поставить «Метелицу», а у нашего актера Олега Печурина, который пишет сказки как драматург, у него как раз была своя инсценировка. И вот мы соединились в один год, и получился такой спектакль. А в этом году мне хотелось что-то новенькое, мне не хотелось уже брать какие-то сюжеты известные, хотелось что-то попробовать просто вот так из воздуха. И поэтому я придумал сам сюжет, сочинил названия, сочинил героев, вернее, взял уже известных героев, просто скомпоновал их в новую историю. Ну и вы уже мне секретик приоткрыли, что это ваша первая, скажем так, сказка, которую полностью сюжет придумали вы. Сюжет, да. Но у меня в этом отношении опыт есть, потому что чаще всего я беру сказку какую-то, если это известная сказка, там, Шарля Перо или Андерсона, даже если русская народная сказка, я ее беру просто как фабулу, как некую такую историю на две страницы. И потом из этого раскручиваем мы целый спектакль с текстом, который мы тут же придумываем с актерами, с какими-то новыми линиями сюжетными в этой истории. Поэтому в этом отношении уже опыт есть, что-то придумывать на ходу вместе с актерами, дополнять. Поэтому нельзя сказать, я не говорю ни в коем случае, что я прям как драматург написал сказку, нет. Я придумал историю, придумал персонажей, придумал их конфликты, чего они хотят, что с ними происходит. А уже дальше с актерами мы сочинаем, как обычно, вот эту внутреннюю наполность. То есть я соавтор. Можно сказать, не автор, а соавтор. Осталось совсем чуть-чуть до премьеры. 18 декабря будет премьера. Впервые увидят зрители то, что у вас получилось сейчас. Напряженная работа вовсю. Вот расскажите о том, на каком она сейчас этапе. Ну, я бы назвал это такой этап серединка наполовинку, вот что-то вот такое. Потому что декорации у нас сейчас в самом разгаре, костюмы в самом разгаре. Там какие-то еще шьют, какие-то уже шили, осталось только их подогнать. Вот. И у нас с актерами тоже мы разбили этот этап на две части. Первая часть – это такой этап, который мы начали где-то месяц назад. Это поиск и разучивание танцев, танцевальных номеров. И второй этап – это уже составление самой сказки с текстом, с какими-то сценами разговорными. И вот сейчас мы только вот как второй день начинаем переходить на второй этап, когда у нас появляется текст. Потому что до этого мы, ну, с перерывами, естественно, потому что театр работает активно, мы занимались только танцами. В детской новогодней истории декорации и костюмы играют прям важную роль. И расскажите на этот раз, чем удивите наших юных зрителей? Ну, я всегда стараюсь удивлять красивыми декорациями, яркими костюмами. Плюс мне еще очень нравится, когда для детей персонажи на сцене, они не выглядят совсем как люди. Они какие-то полумультяшные, полу какие-то рисованные, как с картинок. Обязательно это с элементами ростовых кукол, либо это ростовые куклы. И вот поэтому вот все, о чем я сейчас говорю, все это будет на сцене. Когда рождаются сказки? Наверняка это не вот прям месяц назад, наверняка в течение года у вас. Да, да. Я ходил с этой историей еще с весны или, может быть, даже с зимы, когда я уже начал думать о том, что будет на Новый год. И я даже пробовал искать написанную какую-то сказку. Ну, у нас много драматургов современных. То, что меня зацепит, то, что мне понравится. Но вот ничего не попалось. Хотя очень много хороших сказок пишут, но вот новогодние не попалось. И поэтому я решил придумать сам сюжет. Ну, и учитывая ваш уже большой опыт в этом отношении, какая сказка у вас любимая из поставленных вами? Ну, на сегодняшний день это прошлогодняя сказка. Самая любимая. Плюс еще в прошлом году я восстанавливал «Снежную королеву» в другом театре на Новый год. Она тоже получилась одной из самых интересных, потому что ты свой же материал спустя какое-то время дорабатываешь, что-то меняешь. Ты изменился, актеры изменились, по-другому начинаешь работать, стал опытнее, наверное, может быть, сильнее, мудрее, как режиссер. И она тоже получилась очень интересной. Вот эти две прошлогодние мои премьеры, они самые любимые. Но я надеюсь, что вот эта сказка будет моя самолюбимая. И все зависит, конечно, от детей в зале. Как они примут, как они будут смотреть, как они будут реагировать и как они будут выходить из зала. Есть ли в детском театре, в театре для детей, некая мода и тенденции от года к году? В частности, в новогодних историях. То есть, может быть, вот мы помним и то, что советские персонажи приходили к нашим рязанским деткам в новогодние сказки. До этого были персонажи, которые напоминали некое цирковое представление. Это какие-то тенденции или это исключительно вдохновение автора, который... Я могу сказать только за себя. Я стараюсь следить за тем, какие дети сегодня, как они живут, как они общаются с телефонами, как вот проходит их основное время, где они больше всего. Потому что, вспоминая нас, когда большую часть детства, конечно, мы проводили на улице с друзьями, играли в какие-то игры с палками, казаки-разбойники и так далее, то сейчас этого очень мало. И сейчас, естественно, другие дети, они по-другому смотрят, у них другое внимание, у них другая абсолютно концентрация, это очень важно. И время, которое они готовы потратить, вот свое внимание, количество времени затрачено на какую-то сцену или на какой-то маленький диалог, оно меняется за годами. И чем больше и дальше мы погружаемся в интернет, тем меньше времени дети дают нам на то, чтобы им что-то сказали, потому что они привыкают вот к этому клиповому мышлению. Вначале взрослые привыкли к нему там лет 5-7 назад, и уже режиссеры начали под это подстраиваться. А теперь и дети уже на него абсолютно перешли. И поэтому я сейчас пришел к тому, что сказка должна быть динамичная, обязательно с какими-то меняющими яркими картинками. Если не смена какая-то, быстрая декорация, то на сцене актеры должны что-то делать такое, чтобы сменяло очень быстро и ярко. И какие-то короткие, емкие, очень простые диалоги. По сюжету понятно. Но это сугубо вот мое мнение, как сейчас дети воспринимают. И тогда у них просто... Я не даю им шанса отвлечься там на телефон, они его могут доставать только для того, чтобы там сфотографировать, там успеть. Только на это. Ну и как показывают предыдущие годы, сказки заходят на ура. Ну, надеюсь на это. Интермедиа будет. Да, интермедиа будет перед сказкой обязательно. Ну и можете пригласить наших телезрителей, которые еще не успели приобрести билетики. С 18 декабря мы начинаем новогоднюю кампанию. Каждый день и в выходные, и в будни. До Нового года у нас две сказки, а после Нового года в праздничные дни у нас по три спектакля в день. Так что успевайте купить билеты. Будет интересно, я думаю. Я надеюсь на это. Обязательно мы тоже придем. Спасибо, Максим, что уделили нам время. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин